Представьте себе, трое мужчин входят в металлический цилиндр размером всего 12 квадратных метров и знают, выйти они смогут только через год. Целый год без свежего воздуха, без солнца, без возможности прикоснуться к траве или обнять жену. Что бы вы почувствовали, узнав, что это не наказание, а почетная миссия – подготовка к полету на Марс? Долгие годы этот секретный эксперимент скрывали даже от семей участников, придумывая легенду о командировке на Северный полюс. Но правда была куда удивительнее любой выдумки. История началась в начале 60-х годов, когда СССР только что потряс мир запуском первого спутника и первого человека в космос. Гагарин вернулся на Землю героем, Титов провел на орбите целые сутки, а Сергей Павлович Королев уже мечтал о большем. Луна – это только начало. Венера – интересно, но недостаточно амбициозно. Марс – вот цель, достойная великой державы. 16 мая 1962 года Королев утвердил эскизный проект межпланетного корабля. Задача звучала просто и одновременно фантастически. Облет экипажем из двух-трех человек Марса и Венеры с возвращением на Землю. Продолжительность экспедиции – три года. Три года. Можете представить? Три года в замкнутом пространстве, без возможности выйти наружу, подышать свежим воздухом, увидеть родных. Но прежде чем отправлять людей в такое путешествие, нужно было понять, выдержат ли они, не сойдут ли с ума от одиночества и тесноты, не передерутся ли в замкнутом пространстве, не откажут ли системы жизнеобеспечения. Вопросов было множество, ответов – ни одного. И тогда родилась идея эксперимента, который войдет в историю как первая попытка человечества подготовиться к межпланетному полету. На территории Института медико-биологических проблем неподалеку от Ходынского поля началось строительство уникального объекта. Официально он назывался «Экспериментальная установка номер 37». Но все называли его просто – «Марсолет». Это был полноразмерный макет тяжелого межпланетного корабля, созданный по чертежам конструкторов ОКБ-1. Монтаж конструкции растянулся на годы. Начали в 1967-м, закончили в 1969-м. За это время умер Королев. Изменилась политическая ситуация, но работы продолжались. Слишком много было вложено, слишком важной казалась цель. Марс ждал. Летом 1971 года все было готово к первому большому испытанию. Отобрали троих кандидатов в космонавты. Их имена держали в секрете. Семьям сказали о командировке на север. Никаких подробностей, никаких вопросов. Государственная тайна. Представьте, каково было женам. Муж уходит непонятно куда, непонятно на сколько и даже позвонить нельзя. Дети спрашивают. Мама, где папа? Что ответить? На Северном полюсе, дорогой. А сама ночами не спишь. Думаешь, что там на самом деле происходит? Жив ли? Здоров ли? А тем временем трое мужчин входили в свою металлическую тюрьму. 12 квадратных метров на троих. Для сравнения, это комната 3х4 метра. Попробуйте прожить в такой комнате год с двумя другими людьми, которых вы, возможно, толком и не знаете. Без возможности выйти. Без личного пространства. Без тишины и уединения. Внутри был маленький санузел, откидные спальные койки и в том же помещении запас продуктов. На 10 суток полагалось одно ведро воды. 20 литров на троих. Это очень мало. Для сравнения, современный человек использует около 150 литров воды в день. А здесь 20 литров на троих на 10 дней. Это меньше литра в день на человека. Попить, помыться, приготовить еду – на все это меньше литра. Первые дни были самыми тяжелыми. Привыкали к тесноте, к постоянному присутствию других людей, к запахам, к шумам. Один храпит, другой скрипит зубами, третий ворочается всю ночь. И никуда не деться. Нельзя выйти в другую комнату, нельзя пойти прогуляться. Ты заперт здесь на год. Что бы вы сделали в такой ситуации? Как бы справлялись с нарастающим раздражением, когда один и тот же человек начинает бесить просто своим существованием? Когда его манера жевать или говорить вызывает приступы ярости? Когда хочется схватить его за шиворот и вытолкнуть наружу? Но наружу нельзя. И тогда приходится сжимать кулаки, считать до 10, уходить в себя. Психологическая обстановка накалялась с каждым днем. Условия эксперимента только нагнетали напряжение. Наблюдатели специально создавали стрессовые ситуации, проверяя, как поведет себя экипаж. Отключали свет, уменьшали рацион, давали противоречивые команды, проверяли реакцию на критические ситуации. И тут произошло невероятное. В какой-то момент напряжение достигло предела, и на корабле едва не начался бунт. Два члена экипажа сцепились, готовые перейти к рукоприкладству. Третий пытался разнять. Кричали, материлось, угрожали. За стеклом наблюдатели записывали все на камеру, делали пометки в журналах. Это был именно тот критический момент, который нужно было изучить. Но командиру экипажа удалось уладить конфликт. Он нашел слова, которые остудили страсти. Помог товарищам выпустить пар безопасным способом. Это был важнейший урок. Для межпланетного полета нужен не просто профессионал, а лидер, способный управлять людьми в экстремальных условиях. Долгие годы подробности того эксперимента оставались секретными. Только один из участников после окончания испытания написал книгу «Год в звездолете». Но и в ней многое было недосказано, смягчено, вырезано цензурой. Настоящая правда открылась только десятилетия спустя. Оказалось, что участники эксперимента столкнулись с проблемами, о которых конструкторы даже не подозревали. Монотонность убивала. День за днем одно и то же. Одни и те же лица, одни и те же стены, одни и те же обязанности. Мозг начинал отключаться от реальности. Возникали галлюцинации. Казалось, что слышишь голоса, видишь движение в углу зрения. Один из участников признавался, начинал разговаривать с воображаемыми собеседниками. Физическое состояние тоже ухудшалось. Недостаток движения, плохое питание, отсутствие солнечного света. Все это сказывалось на здоровье. Мышцы слабели, кости теряли кальций, иммунитет падал. К концу эксперимента все трое выглядели изможденными, постаревшими на годы. Но самое страшное было не в физических лишениях. Самое страшное – полная изоляция от мира. Никаких новостей, никаких писем от семьи, никакой связи с внешним миром. Ты не знаешь, что происходит там, снаружи. Живы ли твои близкие, не случилось ли чего. И эта неизвестность гложет сильнее любых физических страданий. Между тем снаружи шла обычная жизнь. Семьи участников ждали, когда наконец вернутся их мужья и отцы. Дети подрастали, жены справлялись с хозяйством в одиночку, родители старели. А они ничего об этом не знали. Были заперты в своей металлической капсуле и готовились к полету, который, как оказалось, так никогда и не состоится. Эксперимент завершился летом 1972 года. Трое изможденных, побледневших, похудевших мужчин вышли из марсолета и увидели солнце впервые за год. Свидетели были в шоке от увиденного. Это были совсем другие люди. Но они справились. Доказали, что человек способен выжить в таких условиях. Результаты эксперимента были засекречены и отправлены в закрытые архивы. Но специалисты получили бесценную информацию. Теперь они знали, с чем придется столкнуться космонавтам в межпланетном полете. Знали, какие системы нужно улучшить. Какую психологическую подготовку провести. Как подбирать экипаж. Но самое печальное. Все это оказалось напрасным. После смерти Королева в 1966 году программа полета на Марс начала терять приоритет. СССР сосредоточился на лунной гонке с американцами. А когда проиграл ее, переключился на орбитальные станции. Марс отодвинулся в неопределенное будущее. Можете представить, что чувствовали участники эксперимента, узнав об этом. Они пожертвовали годом жизни, здоровьем, семейным благополучием, ради подготовки к полету, который не состоится. Все это было впустую. Марсолет законсервировали. Участников разослали по другим программам. Документы засекретили. Но история на этом не закончилась. В начале 2000-х годов, когда интерес к Марсу возродился, вспомнили о советском опыте. В 2010-2011 годах провели эксперимент «Марс-500», где шесть добровольцев провели в изоляции 520 суток. Это был международный проект с участием России и Европейского космического агентства. Эксперимент повторил многие элементы советских испытаний, но с учетом накопленного опыта. Участники имели больше пространства, лучшее питание, связь с внешним миром. И все равно столкнулись с теми же проблемами – монотонностью, конфликтами, психологическим напряжением. Это доказало правоту советских специалистов, которые полвека назад предупреждали. Полет на Марс – это не только техническая, но и человеческая проблема. Сегодня марсолет пылится в запасниках института, а истории участников того первого эксперимента почти забыты. Но их вклад в освоение космоса невозможно переоценить. Они были первыми, кто на собственном опыте проверил, может ли человек вынести длительный межпланетный полет. И ответ был – да, может. Но это потребует от него невероятной силы духа, выдержки и мужества. Если эта история о подготовке к полету, который так и не состоялся, о людях, пожертвовавших годами жизни ради великой мечты, тронуло ваше сердце, поставьте лайк этому видео. Напишите в комментариях, «Смогли бы вы провести год в изоляции ради космической миссии?» Как думаете, когда человечество все-таки достигнет Марса? Подписывайтесь на канал «Вспомним СССР». Впереди еще много историй о мечтателях и первопроходцах, которые прокладывали путь к звездам. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что были с нами.